Вот оно, мое богатство! Приветствую всех, кто смотрит мой канал! Сегодня я хочу поделиться с вами о своем любимом хобби. Это вязание. Вот в этих двух кофрах и в двух сумках хранятся мои запасы пряжи. Это моя кошечка, знакомьтесь, кошечка-бусинка. С запаса эти я пополняю время от времени, планы меняются. Также я пряжи обмениваю со своей тетей, которая тоже вяжет, но она вяжет очень круто, очень талантливо. У нее очень большой опыт вязания. Вот эту сумочку я вязала сама из полиэтиленовых пакетов старых. Ну, так просто побаловаться. А теперь это у меня проектная сумка. Здесь у меня хранится пряжа, тоже уже, скажем так, не первой свежести. Я буду высыпать все на покрывало, которое я сама тоже связала. Вот эти все клубочки, моточки, это мой был долговяз. Свитер я себе хотела вязать оранами, но затянулось у меня это вязание на 12 лет. Примерив на себя, кстати, я еще проходила по размеру. Ну, я решила, что из такой некачественной пряжи я уже не хочу носить изделие. Это карачаевская. Я ее распустила, и она у меня пойдет вот на такие пледики. Здесь у меня в мешочке тоже распущенные вещи. Это кофточки с пайетками, маленькие клубочки, моточки, всякие разности. Это тоже на мои поделки, на пледы, на квадратики. Покажу вам и сама посмотрю, посчитаю, вспомню. Это у меня упаковка Нака Аляска. Я планирую связать себе кардиган, яркий, бабушкин квадрат. Кстати, Нака Аляска сейчас стала хуже по составу. Всего лишь 20% шерсти. 15% получается там шерсть, 5% махер и 80% это акрил. Раньше состав Нака Аляска был намного лучше. Прикупила из новенького в группе ВКонтакте города Омска. Очень нравится мне группа, название и ссылки я дам. По акции Махер, Ярн Арт, Ангора Рам, Махер Классик. Очень хорошее. Вязать можно аксессуары. Ну вот последний моточек, видимо, остался. Упаковочка немножко порванная, но не страшно. И еще Махер, еще Махер. Ох, красота. Ангора Рам. Тетя мне связала из Ангора Рам, только цвета вишневого, очень красивую безрукавку. Как-нибудь вам продемонстрирую. Похвастаюсь своими подарками. Очень понравилось качество. Стирка. Отжим в стиральной машине без проблем. Ну вот, я думаю, 4 моточка на безрукавку вполне хватит. Размера 52-54. И еще у меня ангорка коричневая. Вот такого цвета коричневого. Зеленого цвета по одному моточку. И красивого сиреневого ангора-лизе спешил. Летнюю сумку хочу связать. Джутелай нить. Купила в простом магазине рукоделия. Я думаю, это будет не хуже контексовской пряжи. Посмотрим. Бусинка. Комтекс. 90% хлопок. 10% вискоза. Очень красивого серого цвета. Я сейчас распечатаю. Покажу. Это я планирую вязать себе летнее изделие. Маечку, тунику. Вот такая красота. Маленькие. Сколько грамм у нас тут моточек? 50 грамм. Ну, замечательная ниточка. Нет слов. На летнее изделие у меня пряжа. Куплена про запас. Нака. Калико. Или калико. Вот такого красивого зеленого цвета. 4 моточка. Синтетическая пряжа для вязания мочалок, игрушек, сумок. Называется она Дива. Рукодельная. Ну, я не любительница вязать мочалки. Думаю, какую-нибудь сумочку на лето я себе сделаю. Вот разные цвета. Черное, белое, оранжевое. И красиво бирюзового цвета. Еще одна бобинка. Джута. Ой, мои любимчики. Как только я увидела эту пряжу. И в интернете, что девушки, и, наверное, не только девушки, и мужчины вяжут. Какую красоту. Yarn Art Flowers Moonlight. Это пряжа с люрексом. Тут предлагают вязать из центра. Даже есть бирочка. Берете, пожалуйста, из центра и вяжете. И получается плавный-плавный переход цвета. Ну, это шаль. Будет шаль-бактус. Два вот таких красивых мотка. Черничный и живичный цвет. Ну-ка, сейчас откроем. Распечатаем. Это я покупала в магазине. Пряжа 55. Омский магазин. Через интернет можно купить у них по области. Оптовой цене, по мелко оптовой упаковками. В розницу прийти. Там немножко ассортимент может отличаться. Смотрите. Красота. Крючком я научилась вязать недавно. Смотрю YouTube. Повторяю. По урокам вяжу. Если даже не умеете ничего, не надо бояться. Смотрите. Повторяете, что делают ручки, рукодельницы. И получите готовое изделие. Я, девочки, не вязала из хлопка раньше. Пряжа очень интересная. Лотос. 250 метров. 100 грамм. 100% хлопок. Лотос, лотос. Да, все лотос. А вот еще у меня. Ярн арт. Котон. Это я купила в группе ВКонтакте. Тоже ссылку обязательно оставлю. Там есть альбом у них с акциями, со скидочками. 100% египетский мерсеризованный хлопок. Два моточка по 50 грамм. Ну, кто-то не любит, когда по одному, по два моточку разный цветок. А это прям мое. Я люблю. Я люблю вязать все пестрое, яркое. Это планируется вязанный кардиган или платье, или юбка. Я еще не знаю. Буду вязать яркие цветные мотивы. А дальше уже соединять в изделии. Какой-то моточек без этикетки. Пряжа бюджетная. Пряжа для ручного вязания. Камтекс. Очень люблю я пряжу аргентинская шерсть. Ну, обожаю. У нее очень хороший состав. Свои качества и свойства с годами не теряет изделия из этой пряжи. Одна из моих любимых. 100% аргентинская шерсть. Фабрика Камтекс. Пряжа из Троицкой. Чистая шерсть. Вот понабрала деревенька. Троицкая пряжа. Вязать носочки. Вот еще у меня две таких пампушки. Аргентинская шерсть. Купила очень недорого. В группе ВКонтакте. Я ее рекламирую. С удовольствием. Очень ответственные администраторы. Цены очень дешевые. Также они доставляют по всей России. Я пока ничего не могу сказать об этой пряже. Единственное, что она мне нравится очень визуально, тактильно. Читала отзывы я различные. И не очень положительные. Мне нравится ее цена. Девочки, если удастся поймать по акции, либо где-то в совместных покупках, оптовых закупках, 50 рублей моточек. 100 грамм. Но где вы такую еще найдете? 40% шерсти, 60 акрила. Я предполагаю, что она может тянуться. Многие в комментариях, в отзывах, в интернете пишут, что она уже, когда изделие связано, внешний вид как бы такой, как будто уже изделие ношенное. Поэтому я представляю из этого килограмма, думаю, килограмма мне хватит на жакет или джемпер, что-то а-ля деревенского стиля, которое изначально уже предполагает такую некую неряшливость, что ли. Прекрасно. За такую цену? Ну, мечта просто. И еще у меня пряжа бюджетная для ручного вязания, тоже Комтекс. Пихорка вегоневая. Пряжа для ручного вязания. 30% шерсти, 70% акрила. Очень интересная ниточка. Она неравномерная. Она с вкраплениями. Цвет смотрится очень дорого-богато. Мне нравятся такие. Такие необычные. Можно сочетать, можно изделие в полоску связать, может быть, с более какой-то дорогой пряжей. И тогда не будет растягиваться. Ну, я не вязала, может быть, и не будет. Ну, просто я предполагаю, что столько акрила, и может вещь тянуться. Добавляем махер или шерсть, или хлопок. Ну, как фантазия пойдет. Это у меня бюджетная-бюджетная. Чистая шерсть 100% пряжей строицкая. И аргентинская шерсть. Три моточка. Не целая упаковка, потому что я тоже купила на распродаже, и еще и по акции. Остаточки. Я довольна. А я не всю достала пряжу. Не всю. У меня же еще одна сумочка. В этом мешочке у меня пряжа, которую я распустила. Два изделия, которые мне не нравятся. Которые не получились. Это была шапка. Это остатки от шапки. Это была шапка. Это у меня не получились следочки. Это будут носочки. Вот. И еще маленькие колобочки для носочков. Это остатки пряжи. От носочков. Была у меня одна огромная, преогромная шапка. Было модно одно время вот такие носить. Вот я распустила. Что-нибудь обязательно тоже папается. И моя любимая тоже Нака Ангора Люкс. Я уже связала бактус. Вяжу второй. Вот один моточек розовенький. Вторая такая упаковочка у меня. Нака Ангора Люкс. Вот такого симпатичного цвета. В кучку. Оп. Ни разу еще столько не вязала. Ализе Ангора Голд Амбре Ботик. Хотя это уже не новинка. Вот оно, мое богатство. Богатство, мечта вязальщицы, что было много, много, много пряжи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok